Доброе утро! Час новостей на 12-м канале, в студии Любовь Фёдорова и коротко о главном. Фемида сегодня благосклонна. Экс-начальник Омской полиции, которого обвиняли в многомиллионных взятках, смягчили наказание. Детокс-программы для источников жизни. Иртыш готовят в генеральной уборке, а Амичи выехали на субботник на север России. Мы после себя должны были оставить абсолютно чистое место. Почему экстремальное путешествие, а не песочный пляж? Погоны липовые, потери реальные. Она представила себя в работе в полиции. Амич доверился лже-правоохранителям и потерял огромные деньги. Помогают и словом, и делом. В России отмечают праздник соцработников. Останутся на новый сезон. Авангард продлил контракты с тремя игроками. Экс-начальнику полиции Евгению Быкову смягчили наказание. Областной суд рассмотрел апелляцию по громкому уголовному делу. Напомню, силовик такого высокого ранга в числе фигурантов оказался впервые. Его обвиняли в многомиллионных взятках. По версии следствия, Быков прикрывал продавца контрафактного алкоголя и табака, а также владельца массажного салона, где, по некоторым данным, оказывались интимные услуги. Общая сумма взяток 7 миллионов рублей. Впрочем, сам оборотень в погонах вину так и не признал. Ранее Кировский районный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Это рекордно высокое наказание по статье «Взяточничество» в регионе. Кроме того, служители Фемиды лишили Быкова звания полковник полиции и назначили штраф 20 миллионов 700 тысяч рублей. Но теперь суд высшей инстанции сумму уменьшил на 700 тысяч, а в остальной части наказание оставлено без изменения. А значит, экс-начальнику омской полиции все равно предстоит провести в колонии 10 лет. Иртыш ждет масштабное оздоровление. Акваторию очистят от мусора, древесного хлама и лишней растительности. Генеральная уборка – инициатива вице-премьера Виктории Абрамченко. Она курирует вопросы экологии, в частности, в нашем регионе. Уже не раз федеральная чиновница приезжала в Омск, чтобы оценить состояние окружающей среды. Водным артериям особое внимание. Уровень обмеления Иртыша в некоторых местах достиг критических отметок. Так, по распоряжению Виктории Абрамченко, специалисты проведут углубление дна, построят новые очистные сооружения и найдут источники загрязнения реки. Также появится новый проект по борьбе с паводком. Напомню, наш регион включен в список субъектов, наиболее подверженных подтоплением. Ориентировочная работа начнется в 2025 году. Ну а омские добровольцы уже сейчас отправились на самый экстремальный субботник. Они поучаствовали в генеральной уборке на севере. С группой добровольцев со всей России семейная пара из Омска 10 дней работала в Карелии. Экологической ситуации в Арктике сегодня уделяется особое внимание. Эта тема на контроле федеральных властей, и она уже заявлена в повестке Петербургского экономического форума. Почему пляжному отдыху амичи предпочли трудовые будни на холодных берегах, расскажет Наталья Змага. Белое море этим летом с зеленым отливом. Здесь трудится экологический десант. Задача волонтеров навести порядок на берегу. С каждым годом Арктика постепенно превращается в огромный мусорный полигон. Вот красноречивые цифры. Всего за одну неделю добровольцы, в числе которых и семья Соколовых из Омска, собрали почти 5,5 тонн бытовых отходов. Анатолий вспоминает, одно из самых тяжелых физических испытаний – уборка бревен. Они остались от строительства ЛЭП в Карелии. У нас были пилы, у нас была еще подробильная машина. То есть мы после себя должны были оставить абсолютно чистое место. Собирали мусор, различный технический мусор убирали все это после стройки. Загружали, вывозили автомобили. Ну то есть автомобили, пилы, дробилки. С большой командой все это дело справлялись. Генеральная уборка не только на побережье. Спасать от грязи приходятся и уникальные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Петроглиф – это древние наскальные рисунки, датируются порядком 5-6 тысяч лет назад. Люди, жившие в этих местах, обозначали свой быт, рассказывали в этих наскальных рисунках о том, как они существовали. Путешествие в Арктику – давняя мечта Анатолия и Елены. Информацию о проекте узнали из соцсетей. Следили за приключениями Федора Кунюхова, амбассадора чистой Арктики. В прошлом году решили спервые. Сына Даниила пришлось оставить в Омске с бабушкой. В проект берут с 18 лет. С радостью их отпустил. Я горжусь им до сих пор, что они такие молодцы. И слетали в такую чудесную экспедицию. К месту назначения вахтовый поселок Старый Варандей группу активистов доставили вертолетом. В 2022-м за 7 дней волонтеры собрали около 200 тонн металлолома, гигантские бочки и предметы быта, наследие Советского Союза. За активную работу, в том числе и информационную, ребята получили сертификаты официальных послов Арктики. Но самое главное, по признанию Соколовых, незабываемое впечатление. Уже в Карелии напоследок сама природа отблагодарила Аничей за заботу. Белуха – это, наверное, такое было мечтой. Возможности там нет, чтобы уехать на день-два в море, выйти на поиски их. Потому что каждый день были выезды на работу, на уборку. И последний день нам Карелия сделала такой подарок. Мы пошли гулять вдоль побережья, и мы их увидели. Да, это было очень невероятно. Это была прям мечта-мечта. В планах Соколовых участие в проекте «Вода Россия». Начать думают с родного РТШ – береговой линии в районе Советского пляжа. Наталья Змага, Сергей Никифоров, 12 канал. Ремонт улицы 10 лет октября начнется в августе этого года. Проект реконструкции одобрила государственная экспертиза. Объем предстоящих работ масштабный. Планируется расширить проезжую часть, заменить дорожную одежду, построить линию наружного освещения, ливневую канализацию, тротуары и велосипедные дорожки. Приведут в порядок и прилегающие магистрали к территории. Проект двухэтапный. Работы начнутся от границы города в направлении центра Омска. Первый этап стартует в августе, а закончить его по плану подрядчик должен в ноябре следующего года. Сейчас идет подготовка документов. Приезжих встречает город трудовой доблести. Теперь на всех приграничных стеллах разместят таблички с почетным статусом Омска. Его, напомним, присвоил президент Владимир Путин. А как отметил мэр Сергей Шелес, такое дополнение на знаках на въезде в город будет как раз кстати. Сегодня наши оборонные предприятия, как и в период Великой Отечественной войны, работают на благо всей страны. И вновь победу куют в тылу. Отмечу, что перед тем, как установить таблички, указатели отремонтируют. Они всегда готовы прийти на помощь. Сегодня страна отмечает День социального работника. С профессиональным праздником омских специалистов поздравил глава региона Виталий Хаценко. Сегодня вы активно помогаете бойцам специальной военной операции и их родным, оставшимся без поддержки своих мужей, отцов и сыновей. Буквально каждую семью вы взяли под свою опеку и оказываете ей необходимую поддержку и помощь. При этом в зоне вашей ответственности по-прежнему остаются пожилые люди, ветераны и омечи с ограниченными возможностями здоровья. Заботиться о людях непросто. Каждому человеку нужно найти свой особый подход и быть готовым делиться с ним частицей своей души, ничего не требуя взамен. В Омской области сегодня трудятся более 2,5 тысяч социальных работников. И они не только приносят продукты на дом или помогают оплачивать подопечным коммунальные услуги. Эта сфера вышла на абсолютно новый уровень. Например, социальные работники могут заниматься реабилитацией, разумеется, не медицинской, а культурной. Вместе со своими подопечными они вяжут, рисуют, мастерят поделки. Эти люди признаются, готовы примчаться по первому зову, лишь бы другим было хорошо. Сейчас в регионе в течение года почти 30 тысяч человек получают различные социальные услуги в домашних условиях. В подшефном региону Стаханове на финишную прямую выходит ремонт важнейшего социального объекта. Уже 20 августа специалисты, среди которых и Амичи, сдадут полностью обновленный родильный дом. Здание нещадно обстреляли украинские боевики. Сейчас работы идут ускоренными темпами. Подрядчики ремонтируют сразу 7 входных групп. В планах реконструкция кровли и замена старых окон на современные стеклопакеты. Также в Стаханове идут демонтажные работы в помещении, где планируют разместить многофункциональный центр. Напомню, омские строители восстанавливают в Стаханове школы, детские сады и жилые дома, которые пострадали от сил ВСУ. Социальным объектам уделяется особое внимание. Не учатся на чужих ошибках. Уж сколько раз твердили Амичам, чтобы не переводили свои кровные на подозрительные счета. И вот очередное мошенничество в нашем регионе. Мужчина пополнил карман аферистов почти на 300 тысяч рублей. Потерпевший 46-летний житель Кировского округа, как он рассказал правоохранителям, в мессенджере ему написала девушка, которая представилась сотрудницей полиции и сообщила, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит от его имени. Схема «стара как мир» для жертвы мошенники устроили целый спектакль. После лжестражи порядка потерпевшему поступил звонок от специалиста банка. Естественно, не настоящего. Собеседник уверял, чтобы спасти сбережения, необходимо перевести все деньги на безопасный счет. Сумма ущерба составила 276 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество». Проснулся. Поняли, да, что вас обманывают? Что мне вот так легко обманывают. Мне вроде знают по телевизору, видели. Недавно даже женщину уже так не дали. На Зеленом острове приступают к обустройству интерьера. В ближайшие дни сюда завезут парковую мебель, скамейки, беседки и декоративные элементы. К этому дню рабочие уже установили поребрики, обустроили транзитную дорожку и посеяли газонную траву. На финишном этапе и монтаж тротуарной плитки у входа в парк. В целом благоустройство общественной территории планируется закончить до конца лета. Остаются в авангарде. Омский клуб продлил соглашение сразу с тремя хоккеистами. Продолжат выступать за авангард нападающие Никита Михайлов, Семен Асташевский и Егор Круженков. Контракт каждого из спортсменов рассчитан на два года. Соглашение является двусторонними. Хоккеисты в случае непопадания в состав основной команды смогут играть за омские крылья. К слову, в команде из ВХЛ Асташевский и Круженков провели большую часть прошлого чемпионата. На счету Асташевского 29 очков, а Круженков набрал 15 баллов. Никита Михайлов также имеет опыт выступления в ВХЛ 14 очков в 19 играх. Кроме того, форвард провел 31 матч за авангард и набрал 4 очка. И еще о спорте. Новое золото у Виталины Бацарашкиной. Абсолютной победительницей наша землячка стала в Кубке России. Конкуренция острая. Больше 300 участников со всей страны. Как чемпионке удалось отстрелять победу у соперников, расскажет Алексей Адариев. Виталина Бацарашкина завоевала золото Кубка страны по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в селе Игнатово. Турнир собрал 350 спортсменов из 39 регионов России. В условиях столь острого соперничества двукратная олимпийская чемпионка спортсменка Омского регионального центра спортивной подготовки Виталина Бацарашкина вновь показала свое мастерство. Она победила в упражнении стрельба из пневматического пистолета 60 выстрелов с расстояния 10 метров. Второе место заняла Софья Никулина из Московской области, а бронзовым призером стала Диана Данилова из Санкт-Петербурга. За команду Омской области на соревнованиях также выступают Елизавета Хроминок и Екатерина Чеканова. Завершится турнир 12 июня. В нашем городе прошли соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных». Лучший результат среди юношей в беге на дистанции 60 метров показали Артем Кожевников и Артур Рубцов. На дистанции 600 метров победителями стали Юрий Кузин и Артур Рубцов. В метане мяча первое место заняли Кирю Уальтер и Илья Шмаков. В прыжке в длину лидерами оказались Сергей Рот и Дмитрий Рожкин. Среди девушек победительницами в беге на дистанции 60 метров были Екатерина Шевченко и Ксения Шмутц. Первое место на дистанции 600 метров заняли Вера Василенкова и Ева Бихнер. Золото в метане мяча завоевали Анна Карташова и Ева Бихнер. Лучший результат в прыжках в длину показали Елизавета Скробова и Ксения Шмутц. В Омске прошел кубок по борьбе Кореш, посвященный памяти Тимиржана Калемулина. Турнир собрал борцов в возрасте от 18 лет и старше. Кореш – это вид спортивного единоборства на поясах, в котором перед каждым участником стоит цель положить соперника на спину. В итоге сильнейшим участником прошедшего турнира стал Станислав Симаков. Триумфатор выступал в самой тяжелой весовой категории – 100 килограммов. В других категориях победили – Азат Ибраев в весе 60, Давид Лалазарян – 65 и Никита Цыганко – 80 килограммов. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Поможем законно уменьшить платежи по кредиту или полностью списать долги. Только в июне. Приходите на бесплатную консультацию и получите скидку 50% на услуги. 99 23 79 Если радио, то максимум 105 ФМ в Омске. Красота снаружи и здоровье изнутри. Сохранить молодость и свежесть при помощи восполнения дефицитов организма витаминными коктейлями теперь могут амичи. В городе открылась первая клиника инфузионной терапии. Что это за методика? Узнаем в материале. Теперь можно есть торт и не бояться. Пациентам Биорайз сахарное старение точно не грозит. В Омске открылась первая клиника инфузионной терапии. Здесь помогают сохранить красоту внутреннюю и внешнюю. Внутривенное введение полезных веществ с помощью капельниц представляет около 30 видов инновационных составов, которые помогают быстро восстановиться после стресса, снизить вес, укрепить иммунитет и даже реабилитироваться после COVID-19. Внутривенно пациент получает более 10 витаминов в одном коктейле. Здоровье – это наши капельницы, когда наши врачи помогают восстановить, либо подарить еще какие-то возможности, энергию для тех, кто к нам сюда придет. А наши эстетисты, наши врачи-косметологи дополнят картину. Биорайз предоставляет индивидуальный подход к каждому клиенту. В клинике можно сдать необходимые анализы для точной постановки диагноза и пройти полноценный курс лечения. В капельницах специалисты используют вещества только проверенных, лицензированных производителей. У 90% людей наблюдаются улучшения уже после первой процедуры. Я очень рада, что в Омске у нас появилась такая клиника. Потому что каждый человек должен заботиться о своем здоровье как снаружи, так и изнутри. Современная инфузионная терапия – это важнейший метод оказания неотложной помощи. Записаться на процедуру и получить консультацию можно по номеру телефона, который вы видите на экране. И о погоде. Сегодня, 8 июня, в Омске ясно, без осадков. Дневная температура 24-26 градусов тепла. В районах переменная облачность днем 22-24 градуса со знаком «плюс». Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров артутного столба. Прямо сейчас смотрите первый выпуск нового проекта 12-го канала «Машина мечты». До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова